Добрый день! Ваш вопрос. Хотелось бы дойти до начала. От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Если все сотворено Богом, то и злой дух сотворен Богом. Или первично был злой дух, а потом Люцифер с его последователями. Дело в том, что мы сейчас с вами не можем проникнуть как раз в самое начало, потому что нам известно только то, что известно, то, что написано в Священном Писании. Поэтому, с одной стороны, то, что у дьявола была возможность согрешить и впасть в это зло, значит, оно где-то могло существовать. С другой стороны, мы понимаем, что именно в антиподах мы получаем ту полноту добра. То есть мы начинаем понимать, что такое свет на основании того, что есть тьма, получать понимание, что такое добро, потому что есть зло. И вот при наличии вот этих двух факторов мы начинаем познавать жизнь. Мы начинаем делать выбор, а без наличия этого двойного состояния мы не можем правильно сделать выбор, потому что мы уже тогда как-то заблаговременно, без нашего решения оказались только в зоне добра. И поэтому, скорее всего, это был Божий промысел. Но с чего это начиналось? Сам ли он сотворил, либо это просто имелось, как и сама данность Бога? Здесь мы сейчас не будем философствовать, потому что я думаю, что есть разные точки зрения, а наша с вами позиция пусть будет в том, что мы опираемся на Бога, на Его взгляд на нас, что Он сотворил нас для отношений с Ним, Он сотворил нас быть в добре, Он сотворил нас в том отношении с Ним состояться, чтобы не отступал от нас Дух Господень, как Он отступил от Саула. Вот в чем наша задача. И главное вот эти вещи для себя взять во внимание. Что раз отступил Божий Дух от Саула, то место пустым не останется, придет злой Дух. Поэтому и нам важно сохранять внутри себя присутствие Божье. И вот на этом фокусироваться, а не на том, откуда взялось зло. Я понимаю ваши философские позиции, но с другой стороны, если мы пойдем таким путем, то мы можем зайти совершенно не в правильные позиции собственного сердца. И чтобы нам это не грозило как опасность, давайте сохраним вот этот суверенитет Бога и скажем, Господь, ты вправе делать то, что ты делаешь. А мы хотим выбирать тебя, мы хотим выбирать отношения с тобой, мы хотим жить под покровом твоим. Благословений вам. А еще у вас вопрос. Инкубусы и суккубусы, это миф? Нет, это не миф, это просто сексуальные духи, которые тоже существуют, и мы знаем, как их блуд распространяется, как они действуют сегодня, особенно в это последнее время. Просто названия у них разные, вот так их назвали. Я не совсем, может быть, до конца знаю причину, почему их так назвали, но, по крайней мере, они точно имеют влияние на человеческие судьбы, особенно в наше время. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова